Госэкспертиза одобрила план реконструкции дороги на Вавилово в Ростове. Она должна значительно облегчить жизнь микрорайона Суворовский, но осложнить ее сотни домовладельцев, чье жилье попадает под снос. Те, кто ежедневно стоят в многочасовых пробках по пути в центр и обратно, предлагают свой вариант решения транспортной задачи. Что же будет сделано в итоге и в какие сроки, разбиралась Юлия Бабакова. На этом отрезке улицы Вавилова в Ростове в часы пик жизнь замирает. Всего две полосы должны уместить большой поток автомобилистов, которые едут из Суворовского в разные части города днем и возвращаются обратно вечером. Транспортное кольцо Королева Вавилова с трудом выдерживает трафик и за считанные минуты становится рубиновым. Чтобы исправить эту ситуацию, в администрации разработали масштабный проект. Расширить участок Вавилова от Особенной до Сосновой с двух до четырех полос и создать надземный транспортный узел над Дорожным кольцом. Здесь уже над существующей развязкой появится новая массовая конструкция. Она будет представлять из себя двухуровневую развязку, где на первом обустроят транспортное кольцо Королева-Вавилова микрорайон Суворовский. Второй же обустроят через мост уже в другую сторону. По мнению представителей администрации, такая конструкция поможет беспрепятственно и, что важно, безостановочно добираться в центр. Зеленый свет проект уже получил. Госэкспертиза одобрила план реконструкции. Начались кадастровые работы, затем период переговоров с собственниками, выкуп земель. Участков больше ста. Завершить этот процесс планируют в 2022 году. И тогда же должны стартовать строительные работы. Предусмотрены мероприятия проектом организации строительства, которые определяют сохранение движения. Да, будут определенные ограничения скоростного режима, соответственно. Но запрета и остановки движения не будет. Сейчас готовим, рассматриваем возможности тех или иных альтернативных путей на Северный. А вот жители, которые не хотят ждать начала реконструкции, предлагают ускоренную бюджетную программу. Пустить автобусы через Северное кладбище и сделать маршруты комфортными для пешеходов и велосипедистов. Для этого необходимо заасфальтировать грунтовые дороги и сделать мост через Тимирник. Для Суворовского можно сделать не один маршрут через кладбище, а даже несколько. Потому что здесь Сосновая, а там через несколько километров улица Петренко. И, конечно, жителям Суворовского было удобнее, чтобы было маршрутов несколько, хотя бы велопешеходных или для автобусов. Инициатива о создании маршрутов через Северное кладбище на портале активный ростовчанин набирает голоса, поддержавших уже более 200. Но в администрации сообщили, что дороги, которые проходят через кладбище, не на балансе города, а значит, чиновники не могут ремонтировать и тем более разрешать движение автобусов. Реконструкцию Вавилова, как предлагают в администрации, планируют закончить к концу 2024 года.